Всем привет, ребята! С вами Андрей Чент, и вы смотрите свое любимое шоу «Одинокий папа». Я вижу ваши лайки, вы комментируете, поэтому для вас, ребята, самое лучшее. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой лайв-канал, там тоже выходят очень крутые ролики из моей жизни. А также поддержите сразу это видео лайком. Мне будет очень приятно, потому что мы начинаем. Сейчас как это делать, хамить голубей. Я Кирилл Соколов, из города Санкт-Петербург, мне 39 лет. Не, сам хамить не буду. Меня зовут Яна Соколов-Кирилл, мне 16 лет. Я работаю... Какая-то у нее странная внешность. Нет, честно, ребят, без обид, никого не хочу обидеть. Ну, какая-то странная. С охранником в торговой сети. До этого у меня был бизнес, который я, к сожалению, не п***ил. Зато честно. Я думал, он сказал «продал», но там, наверное, было слово «не продал». Яна. Что? Ну, давай, выходи. Нет. Ты что там делаешь? Сижу. Пойдем в приставку поиграем. Дед и ее дочери нормально посрать, блядь. Идем в приставку, пап, дай посрать нормально. Не хочу. Мы с папой рядом ссоримся, то есть с семьей с нами ссориться, можем неделю меня общаться. Связывается с тем, что мы долгое время жили раздельно. В то время у меня длительных отношений, в общем-то, ни с кем не было. С мамой Яны Кирилл развелся, когда девочке было три года. Причина – измена жены. Я все испытал, и боль, и обиду. Вообще не мог в это поверить. Хотя любил очень сильно, но... Бывшая жена забрала дочку и переехала в другой город. Через семь лет мама Яны с ослабленным иммунитетом легла в больницу. И дочка переехала жить к папе. Я понял письмо от мамы. Там написано, что мама скучает. И, типа... Она должна... Она переступит через этот порог, и все будет хорошо. Но не смогла. Четырнадцатый сентябрь, ась четверг. Двенадцатый год. Мама не стала. Я очень сильно люблю. Очень переживаю за нее. За то, что она обделена вот этим женским вниманием. Па, ну можешь я тебя завиду кота? Ты же летом меня обещал, вообще-то. Ну, посмотрим. Ну, это уже подросток, уже, знаете. Так нечестно. Я поддерживаю папу, что он придется в кого-то. Главное, чтобы не начать какие-то правила придумать. Мне это бесит. Мой дом, это вот главное. Кириллу мы предложили пообщаться с несколькими девушками. С дикцией проблемы. Какого-то города. Тамара. Тамара и Питер всегда дружили. Обычная, как и все, наверное, девочки. Капризная. Понятно. Ну, сейчас я нахожусь в разводе. Ну, здорово. А ты чем занимаешься? Ну, я вообще... Такая лоббатая баба. Так в свободное время футбол играю по онлайну. Кирилл выбрал Елену и продолжил общение с ней. Ага. Я-то просто такой простой парень. Я абсолютно простая девчонка. Она немножечко, ну, как-то сказать, ну, объемная. Объемная? Как ты дела? Ругаюсь с дочкой, спать ее укладываю. С дочкой есть, да? Да, у меня есть дочь и кот. Это вся моя семья. Это у вас третий звонок, блядь. И на третьем звонке у нас сегодня есть дочь. А что вы общались на друг... На остальных двух разговорах вообще без понятия? К следующему звонку присоединились дочки. Привет. Дочки? Привет. Это Даша. Я Лена. Это взрослым. А, типа дочки в этом плане. Как она на тебя похожа? Вы просто одно лицо. Да, вообще. Когда мы стали общаться, почувствовалась какая-то вот энергетика от нее такая положительная. Я тебе хочу сказать, что ты мне очень понравилась. Спасибо. И я хочу спросить себе в гости. С дочкой. А, ты мог? Ну, я приму твое приглашение. То есть будет жить две дочки. А я тоже подросток. Меня зовут Мегурская Елена. Я из города Самара. Мне 38 лет. Внимаюсь все около 10 лет наращиванием волос. Елена воспитывает 14-летнюю дочь от первого брака, Дашу. Даш! Давай кота помоем. О, боже. Тихо, тихо, тихо. Я горжусь своей мамой, потому что она смогла из деревни пробиться в город. Всего этого она добилась сама. Это мой родной дом. Здесь прошло все мое детство. С мужем Елена развелась 13 лет назад. Давненько. Пять лет у меня было ада. Пару раз я даже просто стояла... Еще плакал, Господи. Просто стояла на окне и думала, что у меня нет выхода из этой... Мы не верили в то, что он ее обижал. Что пока она однажды не пришла мокрая, как мышь, он на нее вылил ведро воды ледяной зимой. Босиком убежала по снегу. Простите. Но родители Елены продолжали уговаривать ее сохранить семью ради дочки. У Елены оставался один выход. Бежать. Взяла ребенка в охапку и просто свалила. Молодец. Я очень как бы жалею, что Лену я не поддержала в свое время. Елена построила карьеру в большом городе. Вырастила дочь. Но личного счастья так и не нашла. Устала. Я устала быть одна. Скорее хочу тебя увидеть. Мы постараемся как можно быстрее приехать. Мама верит, что у нее с Кириллом получится отношение, поэтому я поеду с ней. Короче, две сестры, да, будет? Два практически одинаковых подростка. Ну, по возрасту. Привет. 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 Это вам. Спасибо. Больше всего боялась встречи с Яной, но очень приятная девочка. Я думаю, мы с ней найдем вообще язык и поладим. Яна очень красивая. Кирилл, он приятный человек. Лена, а вы в Питере были? Нет. Нет? Первый раз, да? Первый раз, да. Здорово. Точно понравилось. Ну, девочка-мамаша такая, типа... Скромная, но уютная. Семье из четырех человек на неделю предстоит разместиться в однокомнатной квартире. Вот, у нас такая вот небольшая квартирка. Мы будем спарить. Да, да, вот в таких спартанских условиях. А Яна будет... Ну, ничего страшного. Там, вот... С медведем. С медведем, да. Кирилл с Дашей, как могли, старались подготовиться к приезду гостей. Но не все смогли предусмотреть. Здесь единственная вот такая ерунда, конечно, извиняюсь, тоже провода. Как, опа, вот так. Ручка здесь. А у нас, в общем, проблема с ванной. У нас впотек этот сифон. Бытовые вопросы возникли. Я считаю, что они должны были решиться как-то раньше. Я хотел сантехника вызвать надо. В это время девочки обсуждают женихов. У тебя тоже жених, что ли, есть? Жених? Ну, у меня есть молодой человек. У нас тоже есть молодой человек, да, Даша? Угу. Нет, только никого нет. Может быть, ненадолго. Где мусор у вас? Так, мусор у нас, ну, вот пакет. Да, да. Во время чаепития появился долгожданный сантехник. А, ну, ты жених пришел, блядь. А, это сантехник. Ой, в общем. А я сама на кухне сифон меняла. А, слышал? Серьезно? Ванну, слава богу, починили. Все хорошо. Так что там мойтесь. Можно полноться. Да, делайте сведла. Не вижу. Не, ну ладно. Ну, не умеет, чувак, там, сифон поменять. Ну, ничего сложного нету в этом? Ну, если есть бабки. А, ну, вопрос. Папа нервничает, видно, что он думает. У него своя каша в голове. Слушай, Олегович, ты мне можешь это выручить? Перевести бабла на карту? Я тебя потом, ну, перекину. А, бабла нету? Я думал, батя такой, легко. При мне решаются вопросы по поводу денег. Для меня это полнейший шок. То есть нам что-то приготовить нужно? Ну, что-нибудь такое, да. Ну, давай. Покажи мне вашу сковородку. Ну, там она лежит. Ну, да. На ней вряд ли пожаришь. В смысле? А то чего для ножей у вас есть? Нет. Как вы живете вообще? На кухне нет полочек. Все тарелки, ложки, все навалено на столе. Стол этот будем накрыть. Мы не умеем. Нормальная кухня. А у вас три стула? Больше нет? Я постою. Кстати, у нас всего две вилки. Класс. И... А вот это вот интересно. У нас всего две вилки. Блядь, а если они грязные, ты поел? Одна ложка. Две. А, две ложки. И одна ложка. Сегодня кто суп кушает? Пап, я. У них нет кухни. Нет ложек, вилок. Я думала, они там 2-3 месяца живут. Но они живут там уже 2 года. Может быть, стол поставить к дивану и отставить его стульями? Да, только тогда скатерть надо, Ян. Постили. Ну, ты постилишь, а я уберусь. Потому что ты хозяйка. Да. Давай, Ян. Даш, давай сполосни тарелки. Это что за драгами убиваем детей? Ян, ты сейчас, я приду. Дочь, давай, хватит свой характер показывать. Пойдем помогать. Слышишь? Слышишь, честно. Ян, пойдем. Хочет дать прочувствовать всем, что она непрогибаема, несгибаема. Дать прослаться всем, да? Ян, что случилось? Ты сказал, у меня все нормально. Ну, видно, что все нормально. Когда мы приехали, было нормально. Что за 5 часа случилось? Что-то вообще нормально. Пошло срать. Вот что ты молчишь, давай говори. Меня ты счит бесит, я как бы сдерживаюсь. Но у меня сегодня не хватает сил, мне не хватает терпения. Я просто ухожу. То есть, это нормально у нас там, да? Я опять дверью хлопнула. Ну, здесь, здесь просто вот не обращать внимания и все. Нет, на самом деле, обращать наоборот. Согласен. Просто понимаешь, что уже момент немножко упущен, и она уже привыкла себя нести вот так вот. У тебя нет авторитета перед ней. Даша знает, что у нас нельзя дверьми хлопнуть. Я бы подумала о маме, потому что я бы выставила в первую очередь ее в плохом свете. Яна! Ну, девка на самом деле, типа, далеко не глупая. То есть, мамка, как-никак, ну, хорошо воспитала дочь. Ну, как на первый взгляд. Яна. 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 Блин, ну мне чего рачить, что ли? Яна. Отстань. Все, ладно. Одну узнать. Пошел, блин. Ян, 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 отстань, ладно. Сука, авторитет ты мой. Отец вот виноват. Он упустил ее в воспитании. Она его прогнула и сломала. Дочь, давай выходи, потому что мы сейчас будем мыться и собираться ко сну. Что? Дай, пожалуйста, освободи нам ванну. Три часа пятьдесят пять минут спустя. А зачем такая точность? Нет. В смысле нет. Когда я начал общаться с девушкой, Яна могла, ей могло что-то не понравиться. Причем не объяснив ничего никому, она могла просто развернуться и куда-то пойти. Сразу начинает закрываться, молчит, ничего не объясняет. Ян, мы сегодня с дороги никак не можем к вам в ванну попасть. То у вас ремонт, то теперь ты закрылась. Можно мы сходим помоемся, а потом можешь сидеть там хоть до утра? Мне просто было комфортно сидеть одной. У меня есть телефон, все, мне больше ничего не надо. Давай, будь умницей. Все, иди пока, да. Полежи. Хорошо. Не надо хлопать дверьми, пожалуйста. Что за хлопанье, что за господи? Срать пошло. Ужас какой. Так, ну все, ванна свободна. Туалет теперь занят, да? Да, туалет теперь. Ванну сри. Сука, это семейка. В конце концов Яна спряталась ото всех под одеяло. Это на самом деле? Это на самом деле? Яна, Александр, привет. Самый привет. Давно не виделись. Ну, она бы могла на самом деле участвовать в проекте Дорогая, мы убиваем детей. Я понимаю, что она абсолютно непредсказуема. У тебя манипулятор, баба. Пока неизвестно. Ну что, Лен, ложитесь. Да. Ну давайте, отдыхайте. Все, Дашу, спокойной ночи. Покойной ночи. А он куда? Елена, мне очень приятно. Потому что она настолько прекрасный и хороший человек. В то же время, я все-таки пока не вижу ее рядом с собой. Сегодня день рождения дочки Лены, Даши. Я справляю свое день рождения в первый раз в другом городе. Очень странные ощущения. Собношка, день рождения тебя. Собно тебе, счастье, моя милинг. Мы вот тут с дедушкой тебя поздравляем. Даша. Это тебе. Светы. Лена, это тебе. Спасибо большое. Вы прям так заморочились. Спасибо. Сходил, купил это все. Для меня это поступок, и мне захотелось его обнять. Накануне вечером Яна устроила гостям показательное выступление. Яна. Встань. Все, ладно. Но на утро от плохого настроения не осталось и следа. Сколько тебе здесь? Года два, наверное? Да. Здесь котик. Два. Ну вот. Вот. В своем репертуаре. Быстро настроение меняется, да? Яна воспитывает строго. Но для Яны выбрала другой метод. Блин. Ты хочешь, чтобы все хорошо у тебя было. Мамка тебе нужна, конечно. Я бы хотела, чтобы меня чаще Елена обнимала. Ну, также привела какую-то заботу, не знаю, поддержку, а как Даша. Ты хорошая девочка, я это знаю. Я это чувствую. Мне ее жалко. Нереально ее капец как жалко. Но ты воспитание, я согласен. Помирившись, новая семья собирается за завтраком и строит планы на день. Батя не смог воспитать правильно. Объяснить, что если мама не стала, не нужно говном становиться, ну и тому подобное. Батя очень мягкий. То есть девка с него тупо вилла, что хотела. Вот такое получилось. И мы решили пойти в аквапарк. Ура, в аквапарк, мы идем в аквапарк. Ты была когда-нибудь? Нет. Из моих знакомых там были все. Поездка в аквапарк не запомнится надолго. Может быть, не всегда. Есть у нее такая тяга к тому, чтобы взять меня за руку. Где-то обнять. Видимо, я все-таки ей понравился. Зажат. Очень зажат. Он боится что-то сделать не так, наверное. Но, в принципе, он всего боится. Не только меня, мне кажется. А тебе нравится мой папа? Ну, как человек он хороший, вижу. Но просто видно, что ему не хватает женского внимания. И над ним еще работать и работать. Она бы, в принципе, готова была нас принять в свою семью. Кириллу так понравилось проводить время с Еленой наедине, что, вернувшись домой, он предложил продолжить вечер в кафе. Давай, я с удовольствием. Супер. Пока родители на романтическом ужине, девочки планируют вечеринку. Дакончи, это Даша. Привет, Даша. Мне очень приятно, что Яна так пытается притянуть Дарью в свою жизнь, что приглашает подружку. Это о многом говорит. А ты будешь что, американо? Я буду американо. А что есть ты будешь? Слушай, есть... Да ничего не буду, потому что, ну как, с кофем... Как бы кофе и салат, ну это бред. Чувак, скажи прямо, просто нету бабок. Есть? Кто, блядь, с кофе ест? Не? За ужином у Кирилла и Елены зашла речь о бывших отношениях. Я месяц вынашивала план побега, все продумала. И он ушел на работу, я сбежала. Не отпускал, получается, да? Спокойно уйти там к родителям не получится. Она мне рассказала о своих отношениях, я и о своих. И у нее, конечно, оказывается, тоже не так все гладко было. Давай еще поцелуйчик пусти. Соседи? Неожиданно на вечеринку пришел еще один гость. Сейчас что за вечеринку устроили? Обычно. Ребенок спит. Прикольно. И что, давай потише. Давай родителей тогда сюда. У меня нет родителей. А где они? В кафе. Да. Могли бы как-нибудь повлиять на это. Да-да-да, я сейчас прямо сейчас ей позвоню. Пьяная, что ли? Ты чего? Совсем, что ли? Какая пьяная? А какая-то. Обычная. Нормальная? Да, нормальная. Оставили на два часа. Короче, музыку только выключите. Ага. Прямо сейчас, хорошо? Ага. Кирилл и Елена поспешили домой. Слушай, я хочу купить. Не понятно, подставной это был мужик или не подставной? Но по дороге все же заехали в магазин за подарком для Даши. Яна. М? Подойди сюда потом. Вместо разборок Кирилл и Елена посвящают Яну в свой план. А, сейчас будем, подправлю. Угу. Который, похоже, не очень нравится дочке. Давай. Ну, иди сюда. Я ничего не буду. Сам поздравляю. Даша, это тебе подарок. Спасибо. Ого. Ничего себе. Я это тоже хочу посмотреть. Я не буду. Круто? Вау. Да, очень круто. Жизьболь просто. Ну, у нас и для тебя есть подарок. Спасибо. Мне все-таки хотелось, чтобы праздник для Яны продолжился тоже. Потому что я понимала, что у нее не так много в жизни праздников. Блин, классно. Круто? Класс. Я счастлива. Я тоже. Очень мне приятно было то, что девчонки... Блин, вот мамка на самом деле молодец. И дочь хорошо воспитала. Та девочка, на самом деле, она просто недолюбленная. Неправильно воспитанная. Хотя батя в этом виноват больше. Ну, мамка вообще прям радует. Мамки так сдружились. В какой-то момент я чувствовала себя одной семьей. В этот день нас сблизил с Еленой. Но она может поменять. В Санкт-Петербурге раннее утро. Елена собирается приготовить для всех завтрак. Лен, добрый вечер. Но Лене это утро добрым не показалось. Кирилла, есть другая сковорода? Лучше нету. Блин, какая другая сковорода? У нее две ложки и две вилки. Блин, какая другая сковорода? Не пользуетесь вообще? Дома, тут побольше. Сейчас элементарно на завтраке. У нас даже нет на всех ложек и вилок. Дома, вилка, воночка. Что-то у Лены немножко бомбануло. Она начала мне там предъявлять. Я реально офигел просто. Ну вот, нормально все, видишь? Ничего не нормально, все пригорело. Господи, это все мелочи. Я просто, понимаешь, я не привыкла к таким условиям. Приятные птики. Так, вилка. А реально, что такие условия? Вот уже два года так живете. Блин, вилки. Сейчас. Я уж паяла. Блин, она так смотрится. Ты уже паяла? Да. Блин. Так, держи. Спасибо. Нужно купить мусорное ведро. Думаешь? Уверена. В смысле? А куда они мусор выбрасывают? А зачем? Ну это же не дело мусор. Пакет на ручек Нет, просто смотри, мусорное ведро нужно куда-то ставить Вот, давай, для начала нужна кухня, чтобы было 2 года, б***я, нет кухни 2 года А, мусорные, как бы, это не ставится на пол Нужно на полочку, б***ь, поставить Они все сразу Каждый живет по своим возможностям, как говорится Вот, если ты 2 года идешь к кухне то о заграницах, об отдыхе вообще можно не мечтать. Я хочу красивой жизни, понимаешь? Я к ней стремлюсь. Приехала к мужчине познакомиться и начинаешь тут скандал устраивать. Такое ощущение, что мы там, не знаю, 20 лет с ней уже прожили. Не знаю, люди разные. Меня все устраивает. Как так жить? На самом деле, мне было жалко в этот момент Кирилла. Сегодня у нас по плану генеральная уборка квартир. Вот это вот что? Это пыль. Я в курсе, что это пыль, но она же не должна быть. Надо все разложить, все сложить аккуратно, чтобы было. Но так нельзя, так нельзя. То есть, если она так реагирует на вот такие простые вещи, мне кажется, это ненормально, это неадекват какой-то. Это жесть. Вставай, Кирилл. Заниматься надо делами. Что, я нужен или что? Да нет, конечно. Посиди, приставку включи, поиграй. Вот это давление и жесткость с ее стороны. Вот что меня шокировало. Надо навести порядок. Все как-то сложить аккуратно. Даже сложить некуда. Ой, сжалюзи-то поаккуратнее. Слушай, вот ручка от двери отваливается. Ты не можешь ее сделать? Да, давай. Вот, вот, вот это. Да, да, кстати. Да нет, только она нормально будет. Все нормально. Все. Нормально ручка. Так, все целое, блядь. Блядь. Это нанотехнологии, блядь. Вы что, не шарите? Ну как нормально? Это же ненормально. Она столько была на месте. Так, а тут, видишь, ее... Уже так и не поставишь. Тут надо менять полностью. Все, германду. Смотри, мая, блядь. Ты ее уже не поставишь. Хуяся. Надо менять. Мне кажется, Яне где-то даже стыдно за своего отца. Для меня просто это шок. Какой ты кошмар. Лена, ты что плачешь? Не, я честно. Я не спорю, что, возможно, у бабы есть запросы, типа, на хорошую жизнь. Ну, отчасти это нормально, да? Каждый хочет лучшего. Но мужик реально, блядь, тоже тормоз. Ну, с дочкой чем-то, блядь, по-своему похоже. Я не привыкла так жить, понимаешь? Не привыкла. Я выросла из этого. Ладно-то не переживай. Я все это прошла 20 лет назад. Но я росла и развивалась, понимаешь? Я стремилась к чему-то. Женщина с маленьким ребенком. Блин, молодец. Че так переживать-то? За тарелок, за вилок. Мне кажется, это не стоит таких переживаний. Тебе не кажется? Я просто поняла, что это его жизнь. И он не хочет ее улучшать. Вы тут убирайтесь, а я сейчас приду. Куда ты собрался? Ну, мне надо было выйти, проветриться. Не знаю, как-то с мыслями собраться. Вообще понять, как мне дальше развивать отношения с Еленой. Вот не удивилась. Вообще не удивилась. Это его образ жизни, убегать. Стол не съем. Ты обиделась на меня? Ну, вам тебя не обижать. Не злись. Может быть, я где-то перегибаю. Но я справедливая. Я просто так не ругаюсь. Там мне было обидно за папу. Что ему было неприятно, когда на него орут. Пойдем тебе прическу сделай, хочешь? Локон тебе сделай. Объем сделай. Давай? Ну, она закрылась. И не особо идет со мной на контакт. Лена поняла, что перегнула с упреками. В качестве извинений взялась приготовить обед. Я так понимаю, вы мне не собираетесь помогать. Мы собираемся гулять. Понятно. Спасибо. Мы были на эмоциях. Там Яна тоже очень переживала, злилась. И мы решили сходить прогуляться. Когда девочки ушли, вернулся Кирилл. Проверчивался. Он был в торговом центре. Ну, купил сковородку. Да не, пока не купил. Я пока присматриваю. Ну, там надо еще винт. Это, ребят, надо присматривать. Как машину, блядь, сковородку. Я так еще присматриваюсь, блядь. Блядь, так звучит, реально, как будто машину покупаю. Все купим. Ты, главное, не расстраивайся. Ты прям такой кипиш тоже навела. Ну, блядь. Он, мне кажется, даже не слышит меня. Ему главное, чтобы я замолчала и все, чтобы не создавала вот этот вот конфликт. Это была точка кипения. Ты воспитываешь девочку. У тебя ребенок. Понимаешь? Ты не должен только о себе думать. Я понимаю, что для тебя прийти, что-то там купить, сожрать по-быстрому и сесть рубиться в приставке, это вот все. Но у тебя ребенок, у которого переходный возраст. А он вообще работает? Идет, что тебе по большому счету похрен. Ну, я тебя услышал. Это твое мнение. Я тебе хочу сказать по поводу подростков, по поводу детей. Иногда лучше и не мешать. Ну, это мое мнение. Ну, это твое мнение. Тебе лучше вообще не мешать. При том, что, извини меня, затрону эту тему, да. Вот я тут два дня, и два дня ты прибухиваешь вечерами. Но для меня это неприемлемо. Это ненормально. Ну, вот сейчас мне, если честно, кажется, ты тоже выпил, да? Когда я тоже ушел, чтобы разрядить остановку, думаю, что, блин, надо грамм 50 бахнуть, чтобы немножко подраслабиться. Блин, ты что из меня сейчас лалкаша делаешь? Я тебя спрашиваю, ты сейчас пил? Уходил? Понятно. Прибухнул. И вернулся, как ни в чем не бывало. Без вилок, без ложек, все. Мы никуда не двигаемся. Его все устраивает. Ну, ты считаешь, что это нормально, да? Блин. Ну, так, в обычный день бы я не бухал. Да нет, вот если честно, я нахожусь здесь более в стрессовой ситуации, чем ты. Вот для меня вот это все иди, понимаешь? А у тебя все за... Ты пришел, буханул, в приставочку врубился, все, огонь. И что, ***, меня бесит больше всего то, что ты говоришь, меня все устраивает. Я тебя понял. В таком тоне она это мне все предъявляла. В жестком, по таким сильным давлением я вообще не привык находиться. Не. Для меня это вообще нетипичная ситуация. Я не могу меня это все бить. Я не хочу здесь вообще находиться. Я в Питере первый раз, ты хотя бы предложил куда-то меня свозить, показать мне Питер. Ну, как бы... Я сейчас сама пойду его смотреть, без тебя. Я тебя услышал. Я решила дать время, наверное, ему... Это звездец какой-то. ...подумки ему о своем поведении, о своей жизни. Может быть, он... Дай ему насрать! ...мыслит мои слова, что-то до него дойдет. ***, руки трясутся. А меня сегодня вообще не ждите. Хорошо, как скажешь. А я как бы должен там бежать за ней, там, а, дорогая, там, падать на колени. Стой, прости меня. Я терпеть этого не могу. Сейчас проветришься, успокоишься, придешь. После прогулки по Петербургу Елена не спешит возвращаться домой и звонит своему давнему другу. Слушай, я в Питере. Я со спустой. Серьезно? Давай увидимся. Я как раз свободна сейчас. Есть молодой человек Сергей, знакомый мой. Знакомый? Да, он живет в Питере. Да, у нас с Сергеем был роман. О-о-о. Боже мой. Поняла? Привет. О-о-о. Тебе? С цветочками, как он не может. Я соскучилась по тебе. Ты не скучаешь по мне? Конечно, каждый день. Че ты тут не женился? Жду тебя. Меня ждешь? Угу. Кирилл устал ждать Елену и пошел прогуляться. В смысле устал ждать Елену, бля? У вас тут у Кирилла, бля, день, и у нее там ночь, бля. У вас что, там параллельная реальность или что? В смысле пошел искать? У вас ночь, бля, монтажисты. Вы когда монтируете, вы немного, бля, замечаете? У Кирилла, бля, день, а у них ночь. Не, все нормально, блядь. Меня ничего не смущает. Весело, но он не серьезный. Ты с девушкой живешь? Прекращение, темно. Ну с кем ты живешь, скажи? С Германом. С девушкой? Ну да. Нормально. Нормально? Ну живи с девушкой. Ага, хватает, да? Конечно. Настя, я уже в пролете. Чего? Сердце не разлучило. Ага. Че тебе надо? Ты женатый человек, все, свободен. Я решил попробовать еще раз найти контакт с Еленой. С родочками. Гуляла. Да, кто-то тебе подарил, что ли? А почему мне не могут цветы подарить? Могут, конечно. Да, Леночка. Ты в центре где-то была, да? Да. Посмотрел, Невский. Была на Невском. Ну как тебе? Очень красиво. Очень красиво. Понравилось? Не стала там вникать, что-то там разбираться. Я хочу, чтобы этот тяжелый день полгострилил для меня закончился. Ага. В отношении Кирилла я пока не знаю, что сказать, потому что я очень прикипела к Яне. Я не могу Яну оставить в такой ситуации. Мне хочется попытаться ради нее что-то изменить. Пока девочки спали, Кирилл куда-то ушел. Опять прибухнуть. Расслабиться. О, пришел? Да. А мы только сели чай пить. Сковородку купил? Девчонки были очень голодные. Говорят, со вчерашнего вечера ничего не ели. Так, йогурты. А мармелад. Сосиски. А журналад. Сейчас все будет. Так. О, вилки-ложки. О. Да. Ну вот можешь же, Кирилл. Ну смотри, а. Я думаю, что Кирилл осознал что-то. Ну, он в принципе... Что нужно ложки и вилки. Что просто после каждого мыть неудобно. Претензии к нему обоснованы. Так. Ну что, давай я тебе тоже завтрак приготовлю что-то. Может тебе яичницу пожарить? Да не-не-не, я чайку похлебаю. Чайку попьешь? Да и все, да. Как я рада, что у нас появились столовые приборы. Она вроде меня и похвалила, я должен был успокоиться, обрадоваться. Но как-то меня это все равно не успокоило и не обрадовало. Все равно вот какой-то осадок остался. На днях Яна пожаловалась Лене, что практически не общается с родными покойной мамы. Бабушкой и тетей. Во мне есть такая черта. Мне всех жалко. Из жалости я могу попытаться вовлечься в жизнь человека и начать помогать решать его проблемы. Проблемы Яны Лена принялась решать незамедлительно. Как они отнесутся-то вообще? Не знаю. Честно говоря. Вот и посмотрим. Да, вот и посмотрим. Она очень сильно их любит, но Яна там просто не нужна. Я не представляю, как можно оставить родную вам девочку, вот так просто отвернуться от нее. Родственников о визите Кирилл предупреждать не стал. Танюш, я тебя хочу познакомить. Девушка Елена с Амарой к нам прилетела с дочкой Дашей. Не успели познакомиться, как Яна пошла в наступление. Тебе звонишь, ты игноришь. Тебе пишешь, ты игноришь. Я? Да. С ухода мамы изменилось отношение ко мне. Свои проблемы, наверное. Я написала сообщение, где-то мой номер, позвони. Она прочитала, но мне ни разу не позвонила. Выяснилось, что у родственников Яны также есть серьезные вопросы к поведению подростка. Яна перегнула по отношению ко мне немного палку. Я говорю, Яна, ты себя неправильно ведешь. Яна закрылась. И, в общем, все вокруг сидели вместе, ребенка пытались с туалета вытащить. У нас была такая история. Ну, Яна, это же тоже неправильно. Вы понимаете, что Яне нужна женское внимание? Ваша поддержка ей очень нужна, потому что у нее переходный возраст. Сколько мы с ней списывались, она говорила, я сижу перед компьютером, плачу, потому что мне мамы не хватает. Поняв, что поток взаимных претензий не остановить, Елена уходит и говорит с тети с глазу на глаз. Я говорю, Яна, будешь скандалить, там, ввести, как бы, такое поведение? Я говорю, мне это не нужно. Я тебя жду. Только не надо мне скандалов. Вот, кстати, знаешь, мне тоже кажется, что, может быть, она отдалилась так, потому что вы пытаетесь ее воспитывать. А отец ей позволяет абсолютно все. Ему главное, чтобы Яна не истерила и не скандалила. Да не нужна им Яна. Понятно, что они просто не хотят с ней общаться. Пока Елена беседовала с тетей, Яна получила нагоняй от бабушки. Я уже три месяца не работаю, потому что сердце плохо. Мама, не ругайся. Она не позвонила никому, никому не позвонила. Ну, кто бы говорил. Сама бы позвонила хотя бы, а не так. Да, Вижон, тут тоже люди живут в достатке. Камнюшка. Бабушка постоянно извиняется. Вот, прости, мы не можем там, типа, свои проблемы, свои дела. У бабушки этот ремонт идет, наверное, миллион лет уже, наверное. Там постоянно какой-то бардак. А вот когда ты говоришь, давай я помогу. Она такая, нет, не надо. А потом нужно никакой помощи. Я не знаю, какие у вас всех отношения, но Яна такие истерики здесь закатывает. Это что-то. Ты видел, вот сегодняшний концерт. Научи чему-нибудь с нее. Эта поездка к ее родственникам мне показала еще больше их проблемы. Я понимаю, что она не нужна родственникам. Отцу. Ну, ему просто деваться некуда. Ну, ты типа, вот, хорошая семья и так себе. Поведение Лены, если честно, конечно, меня немножко настораживает. Потому что, то действительно все хорошо. То вот она начинает докапываться там до каких-то вилок, ложек. Я просто не понимаю, что от нее ждать. Поэтому, честно говоря, здесь, конечно, большие сомнения по поводу наших отношений с ней. Да нет, чувак, я тоже с тобой бы и не жил. Был бы я бабой. Утром Яна вновь закрылась в ванной. Но на этот раз взяла с собой Дашу. Мы с тобой сдружились. Прям как сестры не стали. Да. Как тебе вообще моя мама? Ну, твоя мама добрая. Но мне не нравится, когда женщина начинает кричать, ругаться. Появляется какой-то негатив. А тебе как мой папа? Ну, он общительный. Папа общительный. Пиздец, блядь, душа компании. Я хочу, чтобы мама была не главной в семье. Я хочу, чтобы у нее была опора. А Кирилл сейчас такой опорой не является. И не будет являться. Чтобы в нашей семье появилась женщина. Чтобы ты был сейчас. У нас все было хорошо. Дайте в него. Сейчас все сотрется. Выслушав дочь, Кирилл приглашает Елену прогуляться и обсудить планы на будущее. В кафе Елена признается Кириллу о недавнем свидании с Сергеем. Он с Питером. Интересно. И в тот вечер... Я с ним глязалась. Мне было очень одиноко. Я ему написала. И мы с ним встретились. Понятно. Понимая уже, что между нами ничего как бы не получится, я не видела смысла врать ему. Ну, конечно, это характеризует не с лучшей стороны Елены. Вся эта ситуация, конечно, мне не привезет. Проститутка. Ты должна была это сказать не сразу. Это было бы честно с твоей стороны и правильно. Возможно. Просто я не планировала никакого продолжения. Я приехала к тебе. И я хотела продолжить узнавать тебя и твою сумму дальше. Я тебе желаю удачи. В любом случае... Кирилл, вот ты даже сейчас сидишь и мямлишь что-то. Ну, ты можешь высказать. У тебя наверняка есть ко мне претензии. Ну, скажи, вот ты просто сидишь, мя... Ну, что ты мычишь? Что ты мычишь? Вот у тебя всю жизнь вот так вот все и промыки. Возьми, пошли меня на... Что это ты за... Может быть, это жестоко с моей стороны. Но, может быть, ему это нужно. Может быть, он что-то поймет, сделает какие-то выводы. Мой мужчина должен быть сильнее меня. Он должен развиваться и хотеть развиваться. Мы пошавы пока. Купиться на сильный него не будешь. Поэтому, ну, наши пути расходятся. По дороге домой Елена и Кирилл заходят в магазин. Слушай, я хочу купить Яне какой-нибудь подарок. Ну, я думаю, что надо кота ей купить. Кота? Да. С ним спать приятно, обнимать его. Для себя Кирилл и Елена решение приняли. Впереди самое сложное – объявить его дочкам. Мы рады, что все познакомились. Рады, что вы подружились между собой. Но мы не можем быть вместе. Мне грустно. Не знаю. Я не знаю, что мне делать. Я уже привыкла спать наверху. Вы не представляете, как мне ее жалко. Я, конечно, постараюсь с ней общаться. И если она мне будет писать, звонить, конечно, я всегда ее подержу и выслушаю. Пообщаюсь с ней на любые темы. Ну, я понимаю же, что она к нам никогда не приедет. И, возможно, мы ей не увидимся никогда больше. Я надеюсь, отец тебе купит кота. У тебя вот такого. Спасибо. И, а мы все равно будем общаться. Да, 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 да. Так все говорят, блядь, будем общаться. Ты что, подруги навек? Так, да, прошло, бля, месяц уже все. Так вот, неделя. Я буду тебе писать. Да, да. Я так упомнила. А ты мне обещала, что приедешь в Самару. Так что я тебе еду. Честно, мне кажется, мы сейчас уйдем, у нее будет истерика. Потому что она до сих пор думает, что мы вернемся. Ну все, давайте. Пока. Ну все, пока-пока. Давай я возьму что-нибудь. Ну, я, наверное, такая, останусь без этого женского внимания. И, ну, типа, мне будет уже, наверное, все равно. То есть, я этого получила в детстве. Ну, как получила. То есть, какое-то время получала. Ну и все. А что мне? Ну, не знаю. Мне это уже, наверное, не нужно. Тебе должна быть своя голова на плечах. Ну, херовенько. Идем с девчонками взять в Самарскую площадь. Машей ручкой. Спустя месяц Елена с Дашей, как и обещали, пригласили Яну к себе в гости. Кто оплатил поездку? И все, бля. А что было дальше? Ничего. Ну, просто, наверное, оплатили там все мощная группа 100%. Ну, мне так кажется. Но реальность такова, что вы все прекрасно понимаете, что никто там дальше особо дружить не будет. Как бы не хотелось бы. Это жестокая правда жизни. Ну, а вот такой вот выпуск, ребята. Если вам понравилось, то, ребята, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой лайв-канал. Там выходят классные ролики из жизни. И увидимся в новых выпусках Одинновкого папки. С вами был Андрей Чент. Всем пока.